то любой позавидует, очень мощная. Всю подготовку в Штатах Хабиб постоянно опубликовал фотографии с мотивирующими подписями, и все это из тренировочного лагеря. Тренировался с Кармье, Махачевым, а вот что касается Зубайры Тухугова, он в Америку не полетел, остался в Таиланде тренироваться. Что касается формы, о ней рассказал тренер Хабиба Хавьер Мендес. Если коротко, то он оценил готовность своего подопечного очень высоко. Хабиб стал лучше, сейчас он идет к статусу лучшего файтера в истории. Он продолжает всех побеждать, уже сейчас он точно может считаться лучшим легковесом в истории. Посмотрим, что будет дальше, сколько еще побед он одержит, сейчас он силен. Вот так заявил болельщикам тренер Хабиба. У себя в инстаграме Нурмагомедов поблагодарил спарринг-партнера Фернандо Гонзалезе за тренировки и пожелал ему удачи. Впереди остается акклиматизация, взвешивание и сам поединок. Начинается самое жаркое время, ребята. Напомню, что 7 сентября Хабиб проведет защиту титула чемпиона в легком весе. Подробнее о том, как прошла подготовка в АКА и когда вылет в ОАЭ, рассказал хороший друг и спарринг-партнер Хабиба Махачев. По его словам, уже через несколько часов они с Хабибом Нурмагомедовым отправляются из США в Объединенные Арабские Эмираты, где начнут заключительный этап своей подготовки к турниру UFC 242. Цитирую слова Махачева. Сегодня понедельник, у нас был последний день спаррингов, завтра мы улетаем. Хотел поблагодарить всех ребят и тренеров из Американ Кикбоксин Академии, которые помогали готовиться. До поединка осталось чуть больше двух недель. Я и Хабиб чувствуем, что мы в хорошей форме и проделали очень большую работу. Хотелось бы еще поблагодарить тех, кто поддерживает и болеет. Мы чувствуем всегда вашу поддержку, она для нас очень важна. Вот с такими словами обратился Махачев к болельщикам. Так что, друзья, уже сегодня парни отправляются на заключительный этап подготовки. Напомню, что соперником Махачева станет опытный бразильский грэпплер Дэйви Рамос, а у Хабиба соперник Дастин Парьер. Келвин Катар, это тот самый соперник Магомед Шарипова, начинает подогревать интерес к их поединку, который состоится в октябре. Он уже заявил, что точно не может проиграть Магомед Шарипову в своем городе. Болельщики ему это просто не простят. Ей все продвигает Магомед Шарипова как следующего претендента на титул, так что у меня вопрос, что они скажут обо мне после того, как я одолею его. Уверен, что одержу победу. Не может такого быть, что я потерпел бы поражение в своем городе. Вот такое заявление. А еще Катар похвалил соперника, назвал его очень зрелищным и сказал, что у Забито в арсенале куча крутых приемов. Он и сам бы рад эффектно провести поединок, но тренер ему это запретил. Видите ли, против Магомед Шарипова у них своя стратегия. Перед Катаром сейчас большой вызов, и мотивация парня на отличном уровне, надо сказать. Он идет за победой. Цитирую. Магомед Шарипова в UFC еще никто не побеждал, так что я вижу перед собой отличную возможность устроить чумовое шоу и удивить многих людей, заставить оторвать их свои пятые точки от кресел. И в связи с этим всем вопрос. Как думаете, ребята, как закончится поединок Катар против Магомед Шарипова? 20 августа. Вчера Конор победил Диаза. Правда, это было в далеком 2016 году. Такая вот значимая дата для болельщиков. UFC 202. Это был реванш, в котором судьи решили, что по очкам победил именно Конор Макгрегор. Тогда Конор и Нейт были больше мотивированы, у них была форма получше, и глаза больше горели к победам. Сейчас уже и время не то. Если горят глаза, то только к сумме в денежных гонорарах. И большинство экспертов отмечают, что Конор сейчас на спаде. Кстати, Макгрегор обратился к Нейту Диазу после его победы над Пэтисом. Конор намекнул на завершение трилогии с принципиальным своим соперником. Мне понравился стиль, который ты показал с первого по третий раунд. Я надеялся, что ты продемонстрируешь это в поединке, и был рад увидеть, что ты оправдал мои надежды. Я буду готов, когда мы сделаем это снова. Если мы это сделаем снова. Если нет, то респект навсегда. Поединок на века. Никаких разговоров, только реальные дела. Вот такое обращение от Макгрегора. Насыщенный получился выпуск, и в завершение, ребята, как и обещал, давайте проведем конкурс. Самый позитивный, смешной комментарий, если хотите шутка по тематике этого выпуска, который больше всего наберет популярности под этим видео, получит от меня лично 500 рублей. Так что пишите комментарии. Задание очень легкое, и до встречи в следующих выпусках. Пока.